Одним из направлений тех туров, которые предлагаются в распродаже, сейчас в нашей сезонной распродаже туров, являются автобусные туры. И в этих автобусных турах есть большое разнообразие, действительно в них можно потеряться, потому что это не одна страна, а несколько стран, целый калейдоскоп достопримечательностей, направлений, особенностей и тому подобное. Для этого мы приглашаем тех партнеров, которые предоставили туры эти для вас, с тем, чтобы разъясняли и где-то открывали для вас то, что так вот просто по сухому описанию тура не поймешь и не увидишь. Компания «Тысяча дорог», партнер по этой акции и не только, и Алена Макаренко, добрый день, Алена, менеджер по автобусным турам, вот сейчас, собственно, расскажет нам, на что же стоит обратить внимание. Автобусные туры – это все-таки популярный более вид отдыха, так как это экономно, можно за один тур посмотреть много стран, открыть для себя очень много интересного. Самые у нас такие популярные туры, например, если это Италия, либо же это Франция, в основном первый въезд у нас – это Венгрия, Польша, самое, которое ограничат. Соответственно, хочу остановиться чуть-чуть на том, всегда иногда задают вопросы по поводу, если выезд во Францию, открываем ли мы автобусные туры, французские визы. Я думаю, что нету таких, ну, это невыгодно ни для туристов, ни для нас открывать французскую визу. Легче всего открыть транзитную – это польскую. Если это у нас, например, Франция, соответственно, то есть должны, когда задают вопросы, а вот мы едем в Францию, а почему вы нам французскую визу не открываете? Для этого мы делаем транзитные ночлеги в Польше, соответственно, количество ночей не должно превышать количество ночей в другой стране, точно так же это и касается той же страны Италия, Испании, таких далеких стран. Ну, по Венгрии у нас в основном есть выезды. В Венгрии у нас более такая популярная страна, да, то есть и Польша у нас это идут транзитные выезды, просто переночевал и поехал уже на обратном пути. Можно там посмотреть такие города, как Краков в основном, у нас Величка, соляные копии Велички, ну, в основном это два города, как бы таких основных. По Венгрии это у нас самое центровое, это у нас Будапешт, столица Венгрии, мы представительство Венгерства, соответственно, мы стараемся остановиться на Венгрии более подробно, чтобы обязательно это было посещение термальных купалин, так как у нас Венгрия термальная страна, а также дегустация вин обязательно должна присутствовать, плюс показать марципаны Венгрии очень красивые, вкусные, показать музеи марципанов, ну и посмотреть, как бы сделать обязательно обзорную экскурсию, ознакомиться более подробно. Хотя даже иногда, когда говорят, там звонят, спрашивают, вот мы хотим тур, ну, обратно-таки, это Италия, потому что больше всего у нас выезда в Италию через Венгрию. Спрашивают, хотим поехать в Италию, ну, вот мы уже в Венгрии были. Ну, Венгрия, да, хорошо были, но все равно купали. Нет, возможно, как-то пультироваться из Украины сразу же в Италию. Конечно, конечно, да. Также сейчас мы начали чуть-чуть разрабатывать туры через Венгрию на Италию с посещением Словении, либо же это пригороды возле Любляны, либо же это сама Любляна, очень красивый маленький городочек Любляна, и в пригороде очень красивые, уютные отели, ну, природа очень... Да, вот как-то Словении, она не так сильно представлена вообще, хотя находится на пересечении тех путей, которые, собственно, проходят автобусные туры, но как-то они оминаются в основном. Ну, в основном, да, оминаются, потому что, ну, как бы все равно в Словении более дорогие отели, и нам легче делать больше транзита в Венгрии, чем, например, в Словении, потому что это удорожает тур, соответственно, ну, особенно сейчас у нас, как бы такой уже пошел критерий туристов, что хотят минимально, посмотреть побольше, и, конечно, за минимальную стоимость, поэтому, ну, стараемся удешевлять программы. Также есть нюанс, например, когда спрашивают, хотим в Париж без ночных переездов. Раньше такие туры делали, сейчас они есть, но реже мы их возим, так как такой тур должен быть где-то на 10-15 дней. Для того, чтобы растянуть программы, он был без ночных переездов, километраж колоссальный. Ну, да, чтобы пока наехать туда, еще и в Париже побыть какое-то время. Конечно, конечно. И в основном, ну, как бы в Париж ехать на один день, ну, это делаются совсем такие маленькие векенды, они привлекают, они, соответственно, продаваемые, но не все хотят ночные переезды, много ночных переездов, большой километраж, потому что, например, от, в основном, если выезды в Париж, это через Польшу, Германию, а с Германии до Парижа ехать практически тысячу километров. Соответственно, это 15 часов езды, это так вот, ну, с остановкой, ну, ночной переезд, в основном остановок нет ночью, ну, как бы далековато, и туристы остаются утомительные, ну, как бы уже чуть-чуть, обзорная экскурсия по Париже уже, как бы так, да. Ну, да, немножко сминается, да, и немножко эффект не тот. Да, да, да. Вот. По поводу наших автобусов, выезды у нас со Львова, с Киева, соответственно, если это Киев, мы проезжаем, забираем туристов в Житомире, в Ровно, ну, и во Львове. Также делаем, есть у нас выезды с Чопа непосредственно, то есть кому, например, удобно доехать поездом до Чопа, и там мы уже делаем выезд. Либо же есть еще такой, у нас есть туры, где, например, мы делаем с Киева до Чопа поезд, и с Чопа уже сопровождающие группы встречают группу, и они далее едут уже по маршруту. Ну, самое основное, это Львов. Более популярно, это выезды со Львова, так как со всех точек Украины приехали туристы во Львов, поездов очень много до Львова разных утренних, и, соответственно, далее уже со Львова начинаются выезды. Автобусы у нас по программе это одноэтажные, двухэтажные. В основном, если это такие страны, как ближайшая Польша, Чехия, Венгрия, тогда мы можем делать выезды и двухэтажных автобусов. Если это, например, Франция, Голландия, Италия, другие страны, Испания, Греция, Болгария, в этом случае это одноэтажные полуторные автобусы, 47-49 мест, иногда бывают 52 места. По поводу некоторых, что такое автобусный тур, это понятно, это экономно, это много стран за один тур, и это очень удобно тем людям, которые не располагают, например, своим сильным временем, да, они могут себе там за неделю открыть визу, поехать посмотреть, 5 дней сделать себе такой викенд небольшой, посмотреть несколько стран и остаться довольным. По поводу, есть некоторые нюансы в автобусных турах, это в первую очередь, когда, например, туристы выбирают свой отдых, куда поехать в автобусный тур, нужно сразу обращать внимание на ночные переезды, так как, например, если турист, это пожилые, да, туристы, которые, ну, вот, проблемы со спиной, и не каждому, не каждый может перенести этот ночной переезд. Нужно сразу смотреть, насколько он ночной, потому что есть, например, ночные переезды, где выезд в 9 часов вечера с города, и уже там в 6-7 утра на следующий день группа приезжает. А есть, например, вот такие ночные переезды, немного их, именно это касается Парижа, либо же Голландии, где вот, например, с Германией выезд в 7 часов вечера, на следующий день в 12 часов дня приезд. Это, соответственно, ну, достаточно утомительно. Вот. Лучше таким туристам, если турист едет впервые, выбирает себе тур, лучше всего предложить, наверное, тур с одним ночным переездом, либо же совсем без ночных. Без ночных переездов туров немного, они есть, как бы по каждой стране, ну, вот кроме Парижа на данный момент, ну, лучше выбирать один ночной переезд, и, конечно, желательно, чтобы он был внутри программы. Так как, если, например, выезд из Киева идет у нас ночной переезд, наши дороги, сами знаете, в Украине какие, ну, это тоже может быть... Войне утомить. Да, да, да. А уже в Европе, если вы выехали со Львова, либо с Чопа, сели себе в автобус, отдыхаете, по дороге вы выйдете уже какие-то тоже... Если это позже, все равно во время поездки у нас есть остановки, где можно чуть-чуть пройтись, отдохнуть по 15 минут, как бы у нас через каждые 4-3,5 часа делаются такие санитарные остановки, где можно там попить кофе-чай, что-то перекусить, ну, и, соответственно, просто отдохнуть именно от самой поездки. Вот. То, например... А, и далее идут уже по прямому автобану, да, то есть уже прямая хорошая дорога в Европе у нас, где уже можно как бы спокойно приехать ночным переездом. То есть уже будет не так утомительно. Ну, я думаю, что, конечно, еще есть такие там советы, вы наверняка их даете своим туристам, как проводить время даже утомительно. Я помню, например, мой опыт первый. Я рекомендую обязательно выходить и как-то делать какие-то упражнения, хотя бы небольшие, там, какие-то наклоны и так далее. Все происходит только лишь потому, что застой, ну, как бы крови происходит, а так кровообращение немножечко, да, простимулировать. И, в общем, в принципе, действительно можно даже без усталости перенести, очень быстро восстановиться. Не то, что без усталости, но очень быстро восстановиться после ночного переезда. И тут уже, ну, как бы, это уже ваше дело, да, и ваша задача организоваться так, чтобы это было удобно подушки. Конечно, конечно. Такие определенные тоже как-то все. Ну, то есть, это автобусные туры, это целый, ну, такой образ отдыха, да, это не просто там тип путешествия, это образ отдыха, в котором предполагается определенная ваша готовность к компактному укомплектованию всего необходимого в автобусе, легкие, какую-то сумочку взять с собой в автобус. Конечно, обязательно. Большой чемодан оставить внизу, да, в багажное отделение. То есть, все эти вещи, если вам, если вы готовы, это близко вам, в принципе, да, по вашему, не знаю, по вашему, организации вашего быта, в принципе, по жизни, то это не составит вам никакой сложности, никаких дискомфортов вам не принесет. Да, конечно, конечно. Вот. Далее, также есть такие нюансы, например, когда туристы у нас уже все хорошо пользуются интернетом, хорошо все сами уже все туры посмотрели, увидели, перезвонились, переспросили, но есть такие нюансы, когда, например, пишут ночлег, транзитный ночлег. То есть, это означает, вот некоторые туристы даже бывают такие случаи, что когда во время поездки везет группу сопровождающей группы, у него есть перед собой туриста информационный лист программы. Программа такая же, как у нас на сайте, где написано, например, транзитный ночлег в Венеции, на территории Венеции. В этом случае это означает, что конкретно в Венеции проживать группа не будет. Она будет проживать где-то в пригороде, в районе, там, но в основном наши партнеры всегда подтверждают отели 25-30 километров где-то от Венеции, также это и другие города. Для того, это первое, удобно для того, чтобы удешевить обратно-таки программу, так как в Венеции цена намного будет больше, чем в пригороде. И второе, это очень удобно для выезда на обзорные экскурсии в другие города. Если, например, приезд в город, вот у нас есть тур «Лазурные берега», где три ночи проживания в городе Генуя, но это может быть и где-то транзит какой-то, пригород Генуя, города Генуя. В этом случае это удобно для того, чтобы каждый день у нас факультативные выезды на экскурсии, не стоять в пробке, не терять время, так как пробки у нас в любом городе, не только в Киеве. И, соответственно, это экономит и туристов время, и нервы, так как туристы тоже нервничают, когда, например, не вовремя приехали к гиду на экскурсию. Ну, поэтому как бы это делаем, как бы такие ночлеги, и всегда постараемся предупреждать заранее, чтобы не было это потом сюрпризом в автобусном туре, что когда уже приехали, а мы вот хотели проживать в Венеции, а у нас не Венеция. Ну, еще я, как минимум, рекомендую вам при том, когда вы предварительно еще пока интересуетесь турами, еще не пошли в агентство, потому что, конечно, когда вы попадаете в агентство, опытный менеджер может все вам подробно рассказать, показать, обратить внимание на определенные нюансы, но когда вы просто даже занимаетесь подбором и ищете, просто элементарно смотрите, как это по географии возможно, да, то есть если вы видите, что переезд, например, из Германии в Париж, то очевидно, что это не меньше тысячи километров, да, то есть никак по-другому не получится, то есть это понятно, что это будет длительный переезд, это будет там ночной переезд, конечно же, и так далее. И какие-то вот следующие такие моменты, если это действительно район, да, там Венеции, и дальше видите, что маршрут, он продолжается там не сквозь Венецию, а как бы огибает Венецию, то очевидно, да, что не будет поселения именно в центре Венеции, хотя какой смысл селиться даже в центре Венеции на ночь? Ну да, конечно, конечно, да, и в этом случае, когда вот, ну то есть это касается таких вот более дальних стран, в основном целенаправленный автобусный тур на экскурсионку, то есть на познание, именно просто посмотреть экскурсии, тогда в этом случае будут транзиты, то есть целенаправленный не проживать в самом отеле и находиться в отеле, а каждый день вы езжайте, смотреть, изучать для себя что-то новое. Есть отдельные туры, которые, например, на 4, на 5 дней, на 6, на 8 дней, где целенаправленный выезд в одну страну, в один город, есть эти туры, в основном предлагаем, это Польша, Краков, викенд Кракове у нас есть тур, конкретно приезд на 4 дня без ночных переездов, тур, где 3 ночи проживания в Кракове, в этот момент уже можно уверенным быть, что ты будешь проживать в Кракове, ну и можешь посмотреть помимо факультативных экскурсий, сам самостоятельно изучить город. Также это туры Венгрия для тебя, где конкретно тур на 6 дней, 2 ночных переезда, я про него более подробно расскажу, но не абсолютно, мы так хитро разработали программу, что и когда заезжаем в Венгрию, у нас термальные купальни после ночного переезда, с бодростью, как бы такие всесонные, с бодростью идут в эти термальные купальни, мы даем достаточно много времени, если в основном по другим турам у нас, если это транзитные вот такие переезды, приезд в Будапешт, посмотрели, покупали часик в купальнях в Сечине, обзорочка и переехали там где-то на территории в Венгрии ночевать, то в туре Венгрия для тебя это целенаправленно где-то 3-4 часа купальни в Сечине, где туристы... То есть спокойно прийти в себя, прийти в себя в порядок, посладиться отдыхом, восстановиться после ночного переезда. Да, ну и далее уже обзорная экскурсия, поселение в отель, точно так же на обратном пути, это уже пятый день, после трех ночей проживания в Будапеште, выезжаем на границу, по дороге у нас Эгер, город, в таком маленький небольшой город в стиле барокко, где у нас проходит дегустация вин с национальным блюдом, гуляш, и после чего мы едем в Агерсалок перед ночным переездом, тоже часиков 4 купаемся в купальнях, тоже так восстанавливаемся, подготавливаемся, да, подготавливаемся, да, и далее уже ночным переездом выезжаем на границу. Но здесь ночные переезды небольшие, как в первый день, так и во второй, так как выезды у нас, если в первый день мы где-то во Львове около 80 часов, то есть в зависимости, как мы выезжаем с Киева, потому что не всегда вовремя выезжаем, мы ждем всех туристов, кто-то иногородний, поезд где-то задержался, либо же турист долго искал, где найти автобус, после чего выезжаем во Львове вот 8-10 часов вечера и на границе уже после 12 ночи, то есть не совсем он такой ночной, он плавно ночной, не ночной, да, и около 6-7 часов вечера утра мы уже в Будапеште, поэтому ну как бы совсем недалеко, поэтому так бы как бы такой тур с смелостью я могу в принципе предлагать и пожилым туристам, либо же вот кто кому тяжело переносить ночные переезды. По программе автобусных туров... А вот вы основитесь на нем еще подробнее на этом туре, вы сказали? Да, 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 я чуть-чуть... Хорошо, тогда не задаю вопрос, потому что мне интересно, два ночных переезда и всего одна страна Венгрия, как это интересно, но расскажите. Я могу сейчас, вы задали вопрос, рассказать, ночные переезды в любом случае будут, если выезд из Киева, если выезд из Киева, да, от Киева до Львова ехать около 800 километров, это уже в любом случае будет ночной переезд. Есть туры, где, например, выезд из Киева в Киев, на обратном пути мы делаем ночлег на территории Венгрии, то есть убираем один ночной переезд на обратном пути, в этом случае автобус в Киев прибывает уже на 9-й день около 4-х часов утра, то есть вот есть еще такие моменты, ну, соответственно, это тоже обратно-таки удорожает стоимость тура. Вот. По программе у нас автобусных туров всегда питание только завтраки, так как мы, повторяюсь, целенаправленные на экскурсионные туры, соответственно, мы не можем быть привязаны к обедам и ужинам. Ну, в этом случае обязательно наши сопровождающие группы, которые сопровождают группу во время поездки, всегда посоветуют, покажут, подскажут, проведет за ручку всю группу в какой-то кафе, ресторанчик именно той страны, где они остановятся. По программе всегда есть, самое основное, это 2-4 обзорные экскурсии, далее все остальное предлагается факультативно, уже по желанию, не обязательно. То есть если это факультативно, на эти экскурсии можно не ходить, можно самостоятельно расписать свой день, как ты его проведешь. Ну, конечно же, если это какие-то транзитные пригородные города, то будет не очень интересно находиться целый день в этом пригородном городочке. Все равно как бы заранее нужно планировать свои экскурсии, свою поездку, вот заранее как-то предусмотреть, сколько с собой взять денег для того, чтобы посмотреть все эти экскурсионную программу. Далее, автобусы у нас только по программе, то есть в свободное время уже приехал, перевез отель, поставил автобус, просить, например, были у нас такие случаи, когда выезжали небольшие такие группки, ну, в автобусе, например, 60 человек, и там где-то поехало 15 человек компании. Говорит, мы хотим вот вечером съездить туда-то, туда-то. Да, можно, конечно, но это за дополнительную плату уже регулировать сопровождающим группы, то есть, конечно же, это двухэтажный автобус, он будет себе стоять, там уже далее сопровождающие группы поможет, как доехать, если нужно вызовет такси. У нас такие сопровождающие группы очень ответственные, уже с большим колоссальным опытом, даже если, если это, например, мы по Венгрии, у нас работают венгры, которые живут в Украине много лет, и не очень хорошо знают венгры. Наоборот, да? Да, да, да. С ЧОПа, СЧОПа у нас есть сопровождающие группы, которые, ну, на все 100% у нас, наши туристы остаются очень довольны такими сопровождающими, потому что, в принципе, всякие лазейки, всякие вот какие-то нюансы, все можно рассказать. Также, если, например, туристы у нас, если у нас сопровождающие группы там есть, понятное дело, все мы учимся, все мы стажируемся, то, конечно же, у нас даже бывает такое, что едет два сопровождающие группы в тур, так как второй у нас идет как стажер. Вот. Далее по автобусным турам еще хочу остановиться на том, когда, например, едет один человек в тур, и он хочет, не хочет доплачивать за одноместное проживание, соответственно, это плюс, так как в автобусных турах есть такое понятие, как подселение. Подселение может быть в двухместном номере, в трехместном. Заранее, конечно же, мы сказать не можем, так как мы не знаем, сколько у нас человек всего будет на подселение. Но, конечно же, это очень удобно для туристов, которые... Ален, а как, вот какой процент, например, в одной группе, или есть ли такая статистика, да, сколько людей на подселении, например, обычно там в группе там бывает, а сколько едут уже укомплектованные по двухместным номерам? Ну, я даже могу не в процентах сказать. На подселение плюс-минус практически на каждый тур 6-7 человек женского подселения. С мужским бывает проблема. Ага, да, женщины более активные в этом смысле, любознательные, но вот еще подтвердается. Мужчины, если едут в тур, они как-то вот сразу одноместное размещение берут, очень редко. Но мы стараемся в этом случае, если, например, вот забронировался, просто не все знают обратно-таки, видят, в туре написано, там тур стоит столько-то доплаты за одноместное размещение, там, 35 евро за весь период. Соответственно, некоторые туристы сразу же берут и покупают это одноместное размещение. Если у нас, например, в туре есть, мы видим, есть синглы мужчины, которые одноместном номере проживают, и есть один мужчина на подселении. Мы звоним им, просим, можно ли мы вам вернем деньги, а вы будете проживать вместе. Как практика показывает, они соглашаются. То есть просто заранее не бояться, вот мы думали, что подселения не будет, в этом случае мы сразу решили подстраховаться. Ну да, да, ну если да, это опять же, все понятное дело с доброй волей каждого из проживающих, из участников, но это дополнительный такой, да, тут как попадет, на чем я знаю, что иногда бывает такое, что, например, может быть такое, что на весь период люди могут меняться, например. Да, и такое бывает, да. Не обязательно там если вас расселили, подселили, там номер вы там пожили, вам там некомфортно оказалось и так далее, можно поменяться. Конечно. Нюанс такой интересный, потому что действительно тут вроде как такой практики нет, да, подселения, ну в принципе уже в туризме, да, но в автобусах, в турах это актуально, потому что это бюджетный, во-первых, чаще всего это поездки, да, и естественно это сокращает бюджет, размещение двухместное, но есть нюансы, да, это новое знакомство, а потом я думаю, что часто случается, что люди потом дружат, дружат, да, да, становятся друзьями. Звонят нам, говорят, отдайте, пожалуйста, вот забыли записать номер телефона, а можно мы вас попросим, дайте, у нас же есть как бы санкет, ну мы уже звоним, уточняем, можно ли вас ждать телефон, тут вы познакомились с женщиной, да, конечно, конечно, то есть как чаще, да, а потом были даже такие случаи, когда эти туристы, которые ехали отдельно, потом ехали вместе в следующий тур, даже были такие случаи. Да, кстати, да, это способ найти попутчик от такого, действительно, попутчика на следующие туры, да, вот я знаю, что, ну, много предпочитают такое путешествие, например, уже люди взрослые, там, ну, пенсионеры, да, которые могут себе, хотят путешествовать, могут позволить себе вот такой вид отдыха, то вот как бы там складывается такая дружная компания, и в принципе, ну, это довольно-таки удобно, да, интересно. Вот, далее, часто задаваемые вопросы, сколько взять с собой денег в тур, то есть это такие самые основные, очень много звонят, спрашивают, вот сколько, ну, понятное дело, факультативные экскурсии, это факультативные экскурсии, далее, это у нас основное, на что можно потратить деньги, это общественный транспорт в свободное время, ну, можно с собой сразу заложить, ну, в районе, там, на день, это может быть от 1 евро до 7 евро, плюс-минус, ну, в зависимости от страны. Далее, это питание, ну, в среднем это 10 евро, 12 евро, ну, если уже поужинать с бокальчиком вина, это может обойтись, там, 20-25 евро. Далее, ну, это сувениры, какие-то личные расходы, здесь уже, как бы, планирует каждый уже для себя. По поводу, также моменты по поводу обмена валют, иногда бывают такие ситуации, то есть, возим только доллар и евро, гривна, к сожалению, не котируется, потому что иногда приезжают из гривной и говорят, вот, мы взяли гривну, нам никто ничего не сказал. Конечно же, наша сопровождающая группа идет на уступки, они как-то там уже обмениваются, когда у туристов вообще-вообще нет, были такие случаи, да. Вообще, убедительно поехать в Европу с гривеном, а что? Да. Действительно, что это они гривну там не берут? По поводу обмена валют, есть такие нюансы, например, Польша, Чехия, Венгрия, они еще не перешли полностью на евро, есть своя местная валюта, соответственно, рестораны, кафе, магазины, сувениры, входные билеты, это все оплачивается в местной валюте. Заранее, когда группа приезжает автобусом на границу, есть, как правило, обмены какие-то пункты, можно сразу, если это, например, Будапешт, въезд Будапешт, поменяли, первый у нас въезд это купальни сечени, ориентировочно нужно будет 15 евро поменять на купальни сечени, на форинты, местную их валюту. Ну а далее, там уже пока не покупаются в купальных сечени, откроются обменники и сопровождающие группы подскажут, где можно более выгодно поменять на эту валюту. Например, в Чехии есть такие хитрости, как валюта меняется с комиссией, и иногда они об этом не пишут. Вот тоже наш турист, наш сопровождатель старается взять за ручку группу, прежде чем начнется обзорная экскурсия, показать обменники, где комиссию не берут. А иногда они ничего не пишут, нужно просто, можно, если турист не знает английского, либо же какого-то другого языка, я так сама делала, ну я практиковала, показывала 50 евро, и он мне на калькуляторе считал, сколько получится именно в их валюте. То есть это тоже как бы немаловажно, так как иногда можно, могут хорошо обмануть. Да, странно так вот. Да. В кафе, ресторанах можно рассчитываться в евро, не обязательно в местной валюте, но, соответственно, они пересчитывают по своему какому-то курсу, и где-то в районе 5 евро можно переплатить. Поэтому тут заранее нужно как бы стараться так, чтобы деньги были именно в местной валюте. Да, нюанс. Да. Далее можем поговорить уже именно конкретно о наших играх. Поговорим о нашем самом популярном туре, это туре Венгрия для тебя. Он у нас 6-дневный тур, 2 ночных переезда. Первый день у нас начинается утром. Да, есть такая хитрость, я сейчас вернусь по стоимости, мы так сейчас начали практиковать, и очень даже неплохо. Делаем две вариации цены. Значит, первое, ну, как везде, более там ранее бронирование, более 5 недель ты бронируешься, 4 и менее 4. То есть тут, соответственно, как бы от большего, от меньшего до большего. А есть мы сейчас начали практиковать, заранее делать скидку на туре, при обязательном условии заранее купить экскурсию. То есть, если, например, это тур у нас Венгрия для тебя, тур небольшой, то есть в таких факультативах это у нас только излучина Дуна, 25 евро, и Вена 50 евро. В этом случае мы делаем более 5 недель стоимость 99 евро, но при обязательной покупке экскурсии 50 евро в Вену. Соответственно, если турист, ну, это нужно купить за 5 недель до выезда. Соответственно, если турист заранее желает поехать в Вену, зачем ему переплачивать, он может купить 99 плюс 50, это 149 евро. А если он уже забронируется за 4 недели, цена уже на 119 и покупка Вены только на месте уже сопровождающему группы. Поэтому это выгодно, это для привлечения туристов. Это выгодно, так как ровно можно так сказать, что Вену он покупает не за 50 евро, а за 30. Другие туры, где, например, более насыщенная программа, мы включаем, делаем скидку, но мы включаем в районе 4-3 экскурсий. Мы уже проработали статистику, которая экскурсия, например, в день может быть на выбор либо та, либо та экскурсия. Мы проработали статистику, где более высокая посещаемость, например, из Дрезден и Нюрберг. В основном ездят в Дрезден по статистике. Мы сразу ее включаем заранее при обязательной покупке факультативных экскурсий. Соответственно, это поднимает процент того, что группа соберется и поедет конкретно на эту экскурсию. Так как на месте уже мы можем вести группу на факультативной экскурсии, как минимум должно 20-25 человек собраться на эту экскурсию, то есть быть желающим. Далее, можно также эти экскурсии менять. Например, если идет 4 экскурсии, а факультативных всего по программе 8. Турист говорит, вот я был там когда-то в этой экскурсии, я не хочу поехать еще раз. Можно я поменяю? Да, конечно, можно. Мы меняем, если, например, Дрезден там 150 евро, он у нас в этот пакет включен, а там, например, Нюрнберг 40 евро. Соответственно, мы подтверждаем по 40 евро. То есть просто пересчитываем. Иногда бывает такое, например, 5 экскурсий уже в пакете. Вот я не хочу одну брать экскурсию. Хорошо, мы идем на уступки, мы подтверждаем 4 экскурсии. Как бы здесь стараемся... Да, это очень гибко. Да, да, для того, чтобы не потерять туристов, но на самом деле это очень привлекает их, так как они уже заранее знают, для них это так психологически, да, класс, я заранее все проплатил. Особенно это касается пожилых туристов, либо же когда дарят поездки своим родителям, то, что уже у тебя ваучеры, все проплачено, и ты уже смело не можешь с собой как минимум взять только на расходы какие-то деньги, не брать с собой там 400-500 евро и бояться, ну, постоянно за них держаться. То есть это тоже очень удобно. По туру Венгрия для тебя, по ценам, ну, как бы все ясно. Далее по самой программе. То есть тур у нас такой размеренный, ненасыщенный, можно познакомиться с самим Будапештом, посмотреть для себя что-то, изучить новое. Выезд у нас утром из Киева. Далее по программе, так как это выезд из Киева, Житомир, Ровный, Львов, если есть туристы, мы подтверждаем, забираем их. Далее после ночного переезда, то есть на границе где-то после 12 ночи, это уже на следующий день, прохождение границы. И в районе 6-7 часов утра уже группа в Будапеште. Далее чуть-чуть, ну, смотрим там, если у нас есть, например, мы раньше прошли границу, так как заранее мы не можем предсказать время прохождения границы, мы понимаем, что еще купальни Сечени закрыты, тогда мы можем еще заехать в Неритьхазу, Теска. Ну, это такое как бы не всегда, но бывает. Далее купальни Сечени, также в купальнях Сечени, помимо того, что можно покупаться, переодеться, можно пообедать, позавтракать, выпить кофе, есть маленькие кафешки, то есть чуть-чуть отдохнуть, например, если туристы не желают идти в купальню Сечени по каким-то причинам, в этом случае они просто могут отдохнуть. Ну, либо же, если совсем не хотят, тогда гуляют сами. Благо они находятся в центре города. Да-да-да, конечно, сразу же автобус поставили на площадь Героев, там сопровождающий группы показал, во сколько мы встречаемся, так как далее у нас уже обзорная экскурсия по Будапешту. И они уже дальше едут по программе. Группа по Европе, группы заселяются после 4 вечера, соответственно, в этом случае мы делаем всегда, когда вот такое после ночного переезда, делаем какие-то обзорные экскурсии по городам, для того, чтобы сразу же после обзорной экскурсии, у нас четко там 3-4 часа вечера, мы могли ехать спокойно в отель. Иногда бывает такое, если группа приезжает раньше с границы, а сопровождающий группы звонит в отель, уточняет, есть ли уже свободные номера для нашей группы, так как групповые, в основном это групповые отели, одна группа заехала, вторая выехала. Если есть свободные номера, нас могут заселить и раньше. Ну, это уже индивидуально, то есть тут уже как бы так заранее не предскажешь. Далее обзорные экскурсии, обзорные экскурсии, все обзорные экскурсии длятся около 2,5 часов, после чего мы уже едем в отель. Ну и далее у нас уже 3 ночи свободно посещение Будапешта. А отель в Будапеште, он находится в околицах Будапешта, либо в городе? Ну, он находится в городе, очень редко, ну, бывает центральная часть Будапешта, но в основном подтверждают такие отели, которые очень хорошо расположены. То есть хорошая транспортная развязка, это либо же метро рядом, либо же это какие-то трамвальные остановки, где можно было бы удобно добраться до самого центра города. Иногда бывает нам, партнеры делают сюрпризы и подтверждают хорошие отели в центре города, иногда даже четверочки. Да, вот. Поэтому, ну, в принципе, очень удобно здесь мы никогда, именно конкретно вот по этой программе мы проживаем конкретно в Будапеште. Далее у нас уже начинаются факультативные экскурсии, то есть либо же свободный день. То есть тут уже у нас, как бы, туристы, если хотят, они могут три ночи спокойно проживать в отеле со своей программой. Либо же, если они хотят, тогда в составе группы уже факультативно они посещают у нас по программе. По программе у нас третий день излучина Дуна и Вышеград и Сент-Эндре, где посещение двух городов, плюс музей, плюс музей марципанов, дегустация вин с обедом. Это у нас факультативно 25 евро. Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно. После чего целый день они не гуляют, предлагается вечером, кто устал, он едет в отель, кто еще далее желает посетить, познакомиться с Будапештом, предлагаем кораблик, вечерний кораблик по Дунаю с бокалом шампанского, который длится около часа, с русскоговорящим гидом. Очень красивый ночной Будапешт. Мы недавно ездили корпоративом тысячи дорог, нас приглашали, наши тысячи дорог в Венгрию, приглашали на корпоратив Будапешт, и нам делали такой кораблик. Была зима, но очень красиво. Неважно, какая пора года. Да, очень красивая подсветка, и люминация. Да, да, да. Печатляюще, да? Печатляюще, да. То есть такой именно восторг, ах, класс, Будапешт. Ну, а еще бокальчик шампанского свое-то делает, делает, делает. И расслабленная такая праздничная атмосфера. Да, да. Далее, ну, уже обратно такие, кто желает, далее посещают ночной Будапешт, кафе, дискотеки, рестораны, либо же едет в отель. Четвертый день у нас целый день, свободный день Будапешта, либо же факультативная обзорная экскурсия в Вену на целый день. Стоимость 50 евро. Рано утром мы выезжаем около 7 часов, ехать до Вены 4 часа. 12 приезд, далее обзорная экскурсия по Вене 2,5 часа. И предлагается свободное время, уже в свободное время, кто хочет по магазинчикам пройтись. Далее сопровождающие группы показывают, есть в Вене кафе, именно наши владельцы с Украины, где можно попробовать и венскую еду, и есть даже и наша украинская еда. Все вдруг соскучились уже на четвертый день. Да, 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 да. Прибывали за рубежом. Вот, далее свободное время и вечером ближе к 5-6, ну, в зависимости от пары года. Если это зима, осень, выезд около 7 часов, если это лето, 6-7 часов вечера уже из Вены. Соответственно, позднее нужно тут сразу тоже предупреждать, что очень-очень поздно мы приезжаем, а на следующий день мы уже прощаемся с Будапештом. Так, это у нас факультативно еще предлагается сокровищница по желанию. 20 евро стоим из сокровищницы. Ну, и далее уже пятый день мы освобождаем все номера и едем в Эггер уже ближе к границе. То есть в Эггере у нас обзорная экскурсия полтора часа. Далее мы заезжаем в долину красавиц дегустации вин. Венгерский подвал, где показывают за 15 евро. Можно попробовать их местный гуляш, продегустировать много видов вина и также еще взять с собой в Украину вино. Есть ограничения по вывозу с Украины за границу спиртных напитков. Это 2 литра слабоалкогольного и 1 литр крепкого алкогольного. То на обратном пути можно вывозить уже сколько хотите. Ну, это прекрасно. Вино как раз на последний день все очень технично рассчитано. Да, 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 очень технично. Ну и далее у нас уже после этого мы переезжаем в Эггер, такой венгерский памуккале. Открытые и закрытые купальни. Я первый раз вижу, что в Венгрии такое есть. Да, это в Аграсалаке. Это гостиница, картинку взяла с отеля, с Алирис отель. Ну и вот такие вот открытые и закрытые купальни. Такие тоже известняковые вот эти. Да, да, да. То есть это природные. Да, это природные. Вот, а в Турции рассказывают, что только у них такое есть. Нет, у нас в Венгрии тоже такое есть. Далее здесь у нас около 4 часов свободного времени, после чего вечером ближе к 8-9 часам мы выезжаем уже на границу. И тоже обратно-таки выезжаем мы уже после 12 ночи на границе. Во Львове, в Чопе ориентировочном где-то 5-6 часов утра. Далее у нас Львов. В Чопе мы на обратном пути высаживаем, если нужно, туристов. Львов, Житоми, Ровно и Юкии. Вот такой вот у нас автобусный тур на 6 дней. Он неутомительный очень такой, несмотря на то, что два ночных переезда. Его на самом деле можно предлагать и детским группам, если это дети делаем еще дополнительно аквапарки, зоопарки, лунопарки, если это собираются на детские каникулы. Ну и также для пожилых туристов. Ну да, такой очень обстоятельный, спокойный, размеренный, действительно при желании. При желании можно сделать его и насыщенным, учитывая факультативные экскурсии, а можно сделать размеренным. Тогда останется только Венгрия, а в основном путешествия только по Венгрии. Также плюс очень удобно, то что сейчас на данный момент венгерская виза считается самой более лояльной визой, через которую можно открыть визы. Очень удобно, можно 8 дней рабочих, 8 календарных дней открывается виза, вплоть до того, что можно там за 10 дней купить этот тур и быстро открыть визу. Так как Польша, Чехия сейчас у нас чуть-чуть усложнили пакеты документов. Кстати, что касается венгерского пакета документов, что нужно? Справка с работы, ну самое основное это справка с работы. С разбивкой за 6 месяцев 3,5 тысячи гривен должна быть минимальная зарплата. Если зарплата меньше, тогда счет из банка, счет на венгерскую визу на данный момент пока принимают любой, это депозитный, карточный, текущий счет, неважно. Любой счет, главное, чтобы там был остаток денег на счету, ну в районе, они требуют 80-100 евро на день. Так как виза у нас открывается конкретно на 6 дней, в этом случае должно быть с расчета на 6 дней, должны быть лежать деньги. Ну а далее это уже фотографии, загранный паспорт, копия внутреннего паспорта, свидетельство о браке и разводе, копия, ну как бы все, больше такого, никакого пакета документов. Да, то есть для детей дополнительно справка с учебой, то есть либо школа, либо же университет, если это студенты. И то, что очень удобно, именно конкретно венгры, если это едет семья, папа, мама и ребенок, не нужно нотариальное спонсорство. Они разрешают без него. Так как на другие страны, Польша, Чехия, обязательно, неважно, папа, мама, ребенок, обязательно должно быть еще помимо всего, то есть нужно еще потратиться на это нотариальное спонсорство. Вот, ну по Польше сейчас вот усложнили пакет документов, помимо ранее Польша была вообще у нас, не нужна была даже справка сработать. Сейчас помимо справки еще требуют обязательно текущий счет из банка и показать остаток денег на счету и оборот средств за последние три месяца. Как бы, соответственно, это чуть-чуть усложнило, так как у нас в основном все автобусные туры транзитом идут через Польшу. Ну, сейчас, наверное, будем через Венгрию переписывать. Ну, да, наверное, это такие... На самом деле происходит, видите, ну, вот компании, которые занимаются профильно, да, например, автобусными турами, следят за тем, какая динамика развития событий с посольствами, с дорогами, какие уже там построились быстрее, какие и так далее. Все это отслеживается оперативно и корректируются маршруты для, опять же, для вашего удобства, для того, чтобы сделать это максимально экономически выгодно, максимально удобно с тем, чтобы вы получили удовольствие. И каждая вот такая профильная компания, это люди, болеющие за свое направление, своей страной, в частности, вот Венгрии, например, да, и такие, ну, по-хорошему, такие фанаты своего дела и тех направлений, с которыми они работают. Алена, спасибо большое. На самом деле, если вы все успели сказать, да, нам нужно будет уже потихонечку завершать. Если нет, то с удовольствием приглашаем вас еще раз на встречу, потому что туры, которые предлагает компания «Тысяча дорог» в рамках большой распродажи, которая сейчас длится до 28 числа, много. Ваша задача их найти, потому что действительно можно потеряться в этом калейдоскопе предложений. Если же это сложно вам сделать, проще сделать, обратитесь в одну из агентств, эти агентства «Горящий путев», которые находятся у вас поблизости, и вам менеджер уже сможет подобрать среди большого количества. Но если вам понравились туры именно компании «Тысяча дорог», то сразу же приходите и говорите, мне нужен тур от компании «Тысяча дорог». И уже диапазон будет гораздо меньше и конкретнее. Я имею в виду меньше с точки зрения времени на поиски. Алена, спасибо. Приходите к нам еще. Ну а вы, уважаемые зрители, не отвлекайтесь надолго, буквально через небольшую паузу снова в нашей студии гость, который подробнее расскажет о тех турах и тех странах, которые предлагаются сейчас по нашей большой распродаже, которая длится до 28 числа. Еще раз напоминаю, не пропустите этот момент. Никуда не уходите, буквально через несколько маяний. Продолжение следует...